ребят привет я опять в постельке два дня меня мучила мигрень жуткая потому что я позавчера пошла в кафе и меня угостили тыквой но я ее так люблю но видать ее прям сильно в сахаре делали не знаю и короче на сахар это же вообще какая-то фигня у меня с головой но это синтетические короче он прям больная вся вот сегодня очень сильно болит голова второй день решила себя чем-то отвлечь потому что спать невозможно и делать ничего не могу и думать не могу и книжку на заканчивать к новому году хотела закончить не получается но я даже не могу сконцентрироваться потом просто почитаю мы с вами остановились на 24 странице да но чуть-чуть выше поднимусь и так наш внешний вид и все что вокруг нас определяет наше мышление никак иначе вся материя вокруг нас начиная с нашего тела заканчивая всем что мы наблюдаем это продукт нашего наблюдения и восприятия при наблюдении наши чувства уплотняются в плотную форму через которого мы познаем себя щупая этот мир всеми органами чувств являясь частью этого мира чувствуя мы получаем то что получаем разглядываем и даем название оценку так мы узнаем себя какие мы есть и какое наше творчество опять же приведу пример со стеной и вы когда на нее смотрите вот и сейчас на нее смотрю я чувствую какой на плотности примерно какая поверхность шершавая немножко у меня возникает очень много чувств всяких разных в теле когда я смотрю на стенку и вот именно эти чувства я изучаю благодаря тому что я щупаю внешний мир вот эти чувства мои и я себя узнаю через эти чувства мы с вами очень много чувств отрицаем и отрицаем часть себя и поэтому у нас они все время просятся наружу непринятые не опознанные непонятные плохие и мы эти чувства не используем в творении этого мира хотя очень даже бы нам хотелось и так чувствуя мы получаем то что получаем разглядываем и даем название оценку так мы узнаем себя какие мы есть и какое наше творчество наше творчество как творцов как раз состоит в том чтобы творить все вокруг что мы наблюдаем то есть вот все что вокруг сотворено это наше творчество с вами наблюдением мы творим наше творчество наблюдать наше предназначение творить сотворяя наблюдением и наблюдая эти творения мы узнаем в себе творца узнаем и познаем себя так вы расширяемся суть нашей жизни сводится к познанию себя через все вот эти наши творения через весь наш материальный мир только вот жуй живя жуя живя только вот живя в заложниках ума в своих устойчивых убеждениях что мы не творцы а мы рабы судьбы и рока удачи ситуации счастливого случая мы не замечаем своего творчества и давно себя потеряли так как мы не понимаем как себя изучать отделив себя от этого целого то есть как мы можем заметить свое творчество если это мы не создавали ну то есть мы убеждены что мы это не делали эту ситуацию счастливый случай создал это рок такой это судьба то есть мы начинаем отделять себя от причинно-следственных связей и так мы себя теряем поделив все на я и другие на я и отдельный мир решив что от нас ничего не зависит мы видим одни лишь сплошные проблемы которые пытаемся решить вовне борясь с виртуальными отражениями самого себя но проблема это те недостатки которые мы не замечаем которых нам не достает заметить на самом деле это достатки мы просто не видим и для нас поэтому реальность показывает какую-то проблему но проблема это значит мы не видим что нужно нам почувствовать мы не видим то что нам надо увидеть только вспоминая себя что все начинается с нас и мы та точка отправного пути которая лежит во все стороны нашей реальности мы можем что-то изменить но при этом помните да мы не мир меняем и себя меняем мир не можем изменить он уже есть это уже следствие мы следствие не можем поменять оно уже сотворено оно уже пришло явилась вот оно остается только наблюдать и себя менять но не потому что мы такие недостаточно хорошие чтобы себя менять а потому что это и есть жизнь движение изменения эволюция то есть как раз таки наблюдением себя изменяя мы двигаем картинки как в киношке да вот пленочку закинули 24 кадрика в секунду они раз и у нас движущаяся какая-то картинка появилась но это я сейчас не из книжки беру мы фильм смотрим он состоит живой красочный фильм состоит на экране телевизоров на экране и киноцентров из кадров кадров статичных картинок вот наш мир тоже такой же статичный но мы меняя себя наблюдаем этот мир двигаем мы эти статичные картинки делаем живыми так и только вспоминая себя что все начинается с нас и мы то . отправного пути которая лежит во все стороны нашей реальности мы можем что-то изменить а если наше убеждение лежат в том что от нас ничего не зависит то не пытайтесь даже пытаться менять этот мира смысл не мы создавали мне нам и переделывать логично же на толку что-то пытаться делать если ничего от нас не зависит уж проще расслабиться и плыть по течению все равно эта борьба не поможет решить то что изначально решили что сотворено не нами плывя по течению мы хотя бы не будем так быстро терять все свои силы на сопротивление для тех кто доверяет философии что жизнь предопределена или предначертана кто принимает покорность руку смирение такая позиция буду на бога надеяться он все решит или судьба решит это лучшее потому что с такой философии живется довольно спокойно и счастливо это идеальная позиция довериться миру и не вести борьбу так как любая борьба лишь порождает борьбу вера в мир где все предопределено тотальное доверие судьбе действительно избавляет вас от проблем сохраняет наше здоровье как физическое так эмоциональное все действительно складывается легко по жизни и такая жизнь всегда сопровождается радостью когда вы все принимаете таким какой она есть как надо все идет к лучшему все идет так как надо тотальное принятие доверие миру богу но разве так интересно жить вообще да интересно но не мне а вы хотите со мной по-другому по-новому взглянуть намеренно на себя как я не жить в борьбе с одной стороны да и не жить по течению с другой стороны а вообще кардинально поменять свои взгляды пусть ненадолго чисто так для эксперимента не хотели бы и вы когда-нибудь представить себе что творец вы бог кузне своего счастья именно вы вы действительно можете поиграть в эту игру и начать наблюдать свои творения взяв жизнь свои руки вот это действительно становится интересными правда ли причем нам надо совместить с вами две крайности две крайние позиции в целое тотальное доверие миру и при этом понимание что этот мир мы творим сами своими желаниями то есть это будет идеальная комбо когда мы выходим из всех крайностей покорности судьбе с одной стороны и желанием бесконечно все менять то есть нам нужно соединить вот эти две крайности от меня что-то зависит от меня не зависит тотальное доверие тотальное недоверие поэтому надо менять просто знать я творец и я творю все что вокруг происходит и мне не нужно ничего менять так как я уже это сотворяет для чего-то и на это есть причина и для чего-то это все мне нужно а именно чтобы познавать себя пробуя это использовать эта позиция нового философского взгляда на мир в корне меняет мировоззрение и мысли соответственно отношение ко всему то есть точка обзора вот это вот она по-другому все работает понимаете либо я могу что-то менять и я меняю борюсь с этим либо я не могу потому что все от бога зависит от судьбы и я плыву по течению да а можно совместить вот эти вот крайности то есть плыть по течению но при этом помнить что я это создаю и зачем-то мне это надо не судьба это создала а вы как говняшка в проруби там я это создаю здесь вообще вот этот взгляд меняет вообще все состояние понимаете то есть ничего специально не меняя у нас все меняется само собой сторону наших желаний то есть надо победить отношение ко всему и наши действия меняются естественным образом теперь сравните какую правду нам для себя выбрать то в которой живет большинство от меня ничего не зависит но я буду вести борьбу и менять все и при этом оставаться недовольный этой судьбой потому что хотим чтобы нам стало лучше но ничего не меняем так как верю что ничего от нас не зависит силы и труды потрачено на исправление или новую позицию смотреть на мир то есть я творить своей реальности все вокруг проекция моего мышления и для чего-то это я желаю и мне не надо ничего менять это все нужно мне для познания самого себя каждая трудность дает мне опыт рост расширения силы возможности все идет так как надо все мне на пользу все мне во благо я люблю себя иначе зачем мне было бы создавать все это мы не ведем здесь борьбу принимаем все как есть но при этом понимаем что причина это мы наблюдаем как из этого извлекать ресурсы и пользу действую получаем колоссальные перемены которые исполняет наши желания тогда все меняется действительно нашу пользу без борьбы а самым естественным путем при таком мировоззрении мы становимся спокойными и уверенными перестаем тревожиться по каждому поводу мы верим себя и знаем что мы создаем все только во благо себе какие бы испытания мы не проходили со спокойной душой мы просто смотрим и выявляем опыт знания что все зависит от меня на меня ничто внешне не влияет меняет все так оно переворачивает жизнь ног на голову мы разрешаем себе творить мы берем ответственность за свою жизнь при этом нам не нужно ничего менять остается просто разобраться для чего мы это себе сотворили если бы все творили другие высшие силы нам бы пришлось бы долго ждать ответа но за что мне это еще и непонятно кому же обращаться а с этим знанием получать ответы просто вы знаете кому обратиться к себе конечно же и получить ответ на любой вопрос без задержек от себя проще ожидать чем ждать а как тот ответит негатив и раздражение больше нам не мешает принимать этот мир с распростертыми объятиями мы начинаем прощаться со стрессом беспокойством а завтрашнем дне уходят они уходят ведь мы знаем что все в наших руках и не надо вести борьбу и бороться со сложностями а вот например в смирении в доверии и судьбе и богу тоже есть стресс и беспокойство мы плывем по течению и ждем уже и удары судьбы и пряники как бог велит как судьбой написано то и приму и не принимаем попыток как-то повлиять на ситуацию появляется ленность и наш потенциал огромный прошу заметить возможно так и не проявится но типа а еще что-то делать если все равно все предопределено и зачем что-то делать если и так судьбы не миновать я уверена эти кранности уверены в тупик и борьба и смирение не дадут нам максимально наслаждаться этой игрой жизни резюмирую данный момент все мы с вами должны осознать что если мы что-то хотим изменить жизни и начать управлять реальностью без борьбы нам придется принять такую аксиому я творец того что вокруг меня происходит и только с этой точки обзора смотря на мир мы можем действовать экологично с тотальным принятием и спокойствием при этом не меня этот мир насильно а принимая его как свое творение останется только наблюдать его изменения как проекцию внутренних наших изменений и мы будем его менять не потому что он плох и срочно надо исправить ошибки творца которых как вы понимаете нет ошибки это просто получение нужного нам опыта когда мы оттачиваем свое мастерство пробуя много раз что-то сделать и с каждым разом получаем все лучше и лучше результат как ребенок который например учится ходить набивая себе шишки реальность мы будем менять чтобы наблюдать свои творения наблюдать свое творчество созидая этот мир и изучать себя таким образом менять не для улучшения а ради интереса к жизни ведь жизнь это постоянные перемены развития изменения движения жизни может быть статичной помнить мир всегда подтверждает нам нашу правду и наши убеждения если мы не верим в это то нам не под силу тогда идти дальше со своими желаниями исправить что-то пусть это исправляет тот кто создал но если мы хотим управлять реальностью своей собственной жизнью придется взять смелость и озвучить вслух что я творец и все создано что со мной происходит своими же желаниями мы создали это сами своим же наблюдением и плохое и хорошее вернее нет ничего плохого и хорошего все имеет место быть и для чего-то это нам нужно все является для нас ресурсом только он делит на эти дуальности давая всему оценку пытаясь часть нужного выкинуть из жизни а мы потом от этого недостатка вечной пустоты в душе страдаем но если не опираться на привычные нам шаблоны ума не оправдывать почему это плохо перестать что-то отрицать а задать вопрос почему это плохое в масштабах вселенной например хорошо и какая в этом польза для мира и какая в этом польза лично для меня и мы увидим что в этом действительно есть хорошее и полезное и у нас появляется еще один ресурс которого можем использовать в созидании и свое расширение делая шаг к своим желаниям нам надо признать и принять как только мы разрешим себе следовать этой правде мы сможем сделать и остальные шаги к изменениям придется сначала поверить себя а потом мы увидим подтверждение своей правды правда всегда сама подтверждается по вере нашей да будет нам глава 2 ресурсы и инструменты чтобы заострить внимание на очень важном моменте решила вынести в отдельную главу примеры про наши ресурсы и инструменты без которых наше желание практически обречены многие просто не представляют себе сколько ресурсов и инструментов мы отрицаем не используем думая что это что-то плохое неправильное а вот представьте у нас есть желание построить для себя дом опыт есть умение есть а каких-то материалов инструментов нет мы их ищем а найти не можем потому что то что по сути является инструментом и кирпичами для нашего дома и лежит у нас под ногами нам кажется что это что-то не то это что-то другое вот смотрим мы на кирпичи на гвозди и думаем это не для моего дома это не для меня нам говорят возьми гвозди а мы какие гвозди я не могу их использовать они же плохие это мусор но нам люди снова все равно возьми без них никак мы нет они не имеют права быть здесь я не такой чтобы их использовать на вопрос ну почему мы отвечаем я помню что когда-то я наступил на гвозди проткнул себе ногу поэтому он плохой вот так мы и отказываемся от материалов этой жизни которые в наших руках чтобы исполнить наше желание масштабах вселенной нашего мира все что у нас существует вокруг она нам все нужно все является материалом и инструментом для сотворения но мы много чего отрицаем потому что наш ум воспринимает это плохим так как был или свой или передан нам чужой негативный опыт от чего он негативный то по неумению ум этот ресурс использовал не по назначению и у нас заикарилась это знание о плачевном опыте и появилось отрицание а вот инструмент выброшен а и вот инструмент выброшен за ненадобностью хотя он там нам так нужен но мы не догадываемся об этом нас он научил думать по-другому так у нас сформировался шаблон это плохо а то что мы просто не умеем этим пользоваться он конечно нам не подскажет пока мы не начнем сами рассуждать задавать себе вопросы приведу пример приведу пример мы отрицаем жадность думаем это плохо не люблю я жадных вот я не такой но это просто чувство это инструмент который помогает нам жадно чувствовать мир жадно жить жадно впитывать информацию жадно любить каждое слово это какое-то чувство и каждое чувство нам очень нужно каждое чувство является инструментом когда жадность у нас на уровне подсознания в отрицании мы чувствуем любим и впитываем информацию не на полную мощь так как наш шаблон мышления блокирует использование этого чувства в действиях во всю мощь чувство подавленное и она влияет тем самым на наши мысли которые мы не контролируем наше поведение и как следственный результат это значит что мы постоянно чувствуем внутреннюю пустоту от нехватки этого чувства этой жадности и нехватки конечно множество других чувств и эту пустоту мы все время пытаемся заполнить и как правило чем едой мы же не знаем что в себя еще запихнуть ну конечно же еда нам не дает того чувство насыщения которое мы ищем то есть жадность это чувство насыщения насытится жадно насытиться информацией обучением там работой любимым человеком там погодой то есть у нас нету до этого чувства то мы насытиться хотим едой конечно же еда нам не дает того чувство насыщения которое мы в ней ищем она просто блокирует химию нашу который ненадолго засыпает и отказывается думать мы расслабляемся и временно нам хорошо нет мысли нет проблем потом снова по кругу или нам не нравится скупость мы не любим скупых людей но если рассмотреть скупость как инструмент понять что это за чувство и как его использовать мы поймем что с пользой можно быть скупым на злость быть скупым на проявление жестокости быть скупым на меланхолию это чувство которое также на пользу может быть использована и не нужно его отрицать всему есть свое назначение место и время для его использования нашему пора бы перестать много думать сравнивать и начать подбирать уместность всему и контролировать свои мысли не ушли ли мы в отрицание не забыли ли мы найти пользу всему что в данный момент у нас есть так если например у нас возникло какое-то желание она бы воплотилась у нас само собой будь у нас все инструменты и кирпичики для его постройки мы же творцы нам только наблюдать и остается как это строится взмахнув как волшебной палочкой нашим интересам и любыми действиями которые нас радуют но почему-то нет всего того что мы хотим желание не исполняется а почему а потому что в кладовой нашего подсознания все инструменты материалы глубоко запрятаны и закрыты на замок мы определили что это плохое нас детство к этому определению приучили и имея все ресурсы на любые желания мы бездействуем говоря что ничего у нас нет или что-то строим вернее пытаемся но инструментов не хватает материалов не хватает пытаемся их чем-то заменить но все рассыпается и мы разочаровываемся в это время все путники на нашем пути приходят и пытаются показать на инструменты и ресурсы для нашего желания вот посмотри на меня как в зеркало ты видишь во мне недостаток так вот именно это тебе не достает достать из чулана подсознание и превратить в ресурс наша реакция на подсказки в идеале были на простите наша реакция на подсказки в идеале должна быть такой о спасибо что показываешь это мне то есть благодарность и радость а мы мы видим человека какой он плохой и злимся на него что неуместно нам показывает какие-то раздражающие нас вещи он только бесит нас и все а подумать для чего он нам это все транслирует мы не догадываемся и вообще все что нам не нравится вокруг в событиях в людях в их поведении это только то что мы прячем от себя прекрасно зная что это в нас тоже есть чем больше мы видим себя в других тем злее становимся наблюдая себя со стороны и признаваться себе ни в коем разе не разрешаем что мы сами такие это больно это стыдно это неприятно проще отогнать от себя все что нас раздражает чем разобраться в себе если вернуться к рассуждению о том что мир это зазеркали наше отражение как в зеркале то все отражения людей в нем это наши учителя которые приходят только нам помочь возникло на желание любого характера сразу придут помощники укажут каких инструментов не хватает каких ресурсов кирпичиков для постройки мы не используем наша задача увидеть все что нам не нравится в тех кто нас окружает примерить на себя и рассудить а что это за чувство которое мне не нравится как это использовать как принять где это применить в жизни обдумав начать использовать это переводя плохое в хорошее так мы с легкостью построим воплотим наше желание вот нам не нравится в подруге хвостовство она все делает на показ нас это бесит очень раздражает мы с ней боремся постоянно и ссоримся из-за этого но это типичная линия поведения спящего человека вопрос может нам проснуться и понять для чего подруга это делает может у меня есть желание которое не исполняется она мне пытается что-то показать ее недостаток это хвостовство значит мне не хватает хвостовство вернее надо использовать этот инструмент для достижения своих целей а что такое хвостовство и начинаем рассуждать выпячивание чего-то напоказ значит я тоже такая а если она это делает не в пользу а только раздражает всех значит зеркало мне показывать что я тоже это делаю неправильно неправильно использовать этот инструмент или может я его вообще отрицаю а что мне можно выпячивать на показ хорошо подумаем что мне надо показать и выпить эти миру как я могу с пользой что-то всем показывать заметили сколько здесь вопросов полезных задавая правильный вопрос у вас всегда будут ответы так как ясный вопрос уже всегда содержит себе ответ например может прийти такое озарение что мы давно вяжем красивые кофты на скромно их убираем шкафчик или дарим близких близким а тут приходит идея похвастаться вещами своим творчеством мы выставляем работу в социальных сетях эти работы видят люди они просят нам сделать такое подобное мы начинаем принимать заказы у нас появляются деньги у нас бываются желания которые не могли никак сбыться то есть желание быть нужным желание купить то что мы хотели желание быть востребованным желание получить комплименты по хвалу желание заниматься любимым делом и чтобы это приносило доход желание быть удовлетворенным желание быть уверенным в завтрашнем дне безопасности и так далее со всеми последствиями что несет это проявление хвастовства на пользу пока что это только пример конечно же чтобы осуществить наши любые желания, мало будет только одного рассмотренного чувства или качества, которое является только одним инструментом или материалом. Нам для постройки желаний нужно много всего, из чего мы будем строить и творить. Чтобы осуществить деятельность, которая у нас и развернулась со всем этим творчеством, вязанием кофточек, например, придется применить и такое качество, как беспомощность, от которой мы бежим. Но это чудесный инструмент, овладев которым нам будет легко все реализовывать. Когда мы перестаем ждать помощи и сами взяв на себя смелость начинаем действовать, говоря себе, что да, я беспомощна, принимаю, мне помощь не нужна, но без помощи. Я сама могу и сделаю без чьей-то помощи, но только часть действия остальное с удовольствием принимаю и ценю любую помощь. Что ж плохого-то тут? Почему мы так стыдимся показать свою беспомощность? Если мы чего-то не делаем, всегда найдутся люди, которые сделают за нас. Мы должны уже давно признать, что, например, мы все беспомощны от природы. Даже связать кофту самостоятельно никто не сможет. С одной стороны, без помощи других мы вяжем эту кофту своими руками, с другой стороны, полмира для нас потрудились, чтобы мы могли ее вязать. Мы точно вяжем не без помощи других людей. Кто-то нам спицы изобрел, дизайн, построил завод по изготовлению спиц и пряжи, учился в школах, университетах. Кто-то пряжу, кто-то электричество в дом подвел, чтобы нам было тепло и уютно вязать, чтобы был свет. Вообще, так подумать, сами мы ничего не сделали. Все сделала для нас целая система, огромная система людей. Иначе сидели бы мы колышом в пещере, и ничего бы у нас не было. Позволение себе быть беспомощным, принятие беспомощности с радостью. Да, я такой. Дает всем людям зеленый свет потрудиться ради нас, ради нашего желания. И они удовлетворены тоже, так как их нужда быть нужными удовлетворяется. Также в реализации нашей деятельности, чтобы начать творить те же кофточки и показывать на весь мир, нам еще понадобятся такие инструменты, как сомнения и многие другие. Обычно любые сомнения нас тормозят. Мы посомневались и не стали что-то делать в этом направлении. Но почему бы не посомневаться в том, что у нас не получится? Не, не получится. Я уверена, что получится, и сомневаюсь в том, что не получится. Я сомневаюсь, что мне придется сидеть без дела. Я сомневаюсь, что мне придется сидеть без работы. Я сомневаюсь, что я буду сидеть без денег. Но это же невозможно. Мир не стоит на месте. Что-то да и приключится со мной интересное. Откуда-то найдутся возможности. Я сомневаюсь, что у меня нет возможностей. Поговорили, и реальность начинает разворачиваться к нам со всеми возможностями. Если бы вы не читали мою книгу, вы продолжали бы бороться с сомнениями, думая, что это чувство плохое, что сомнения тормозят ваши действия, и поэтому надо с этим чувством бороться и закрывать в чулан. А не тут-то было. Давайте сомневаться с удовольствием во всём, что нас тормозит. Давайте сомневаться во всех наших страхах. Ну, может быть, они надуманы, может, всё не так, как мы решили, которые мы себе придумали на ровном месте. Наша задача сейчас — разрешить себе испытывать все чувства полностью, отслеживать их, наслаждаться ими, сразу рассуждая, как это чувство применить, с чем его связать, с какими мыслями. Читать дальше или нет? Ладно, может, начитаю до главы. А нет, там долго. В общем, я остановилась на 35-й странице, как раз 30 минут. Спасибо вам. Будет настроение, буду ещё.